всем привет сегодня будет новое видео я вас буду заражать на то чтобы вы побежали готовить эти потрясающие конфеты чернослив с грецким орехом в шоколаде это что-то невероятное это съедается просто за один день и не сравнится ни разу с покупными конфетами меня зовут Ольга Бауэр если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь и давайте начинать для приготовления конфет мне понадобится чернослив я его залила кипятком промыла чтобы он был мягкий и выкладываю просушить на салфетку для того чтобы потом впоследствии к нему приклеился шоколад иначе на влажный чернослив он просто не приклеится стечет поэтому я его хорошо просушиваю это обязательно и при этом обратите внимание чтобы чернослив был мягкий и также нам потребуется грецкий орех он у меня прожаренный в духовке также мы будем использовать белый шоколад я покажу как его темперировать если у вас профессиональные колеты как у меня то вы можете обратить внимание на упаковке есть схема темперирования шоколада это очень просто посмотрите нужно нагреть шоколад потом чуть-чуть опустить температуру еще немного нагреть тогда у него поменяется кристаллическая решетка и он будет твердым после застывания колеты выглядят шоколадные вот таким образом если у вас нет профессионального шоколада ищите шоколад с хорошим составом чтобы там не было лишних ингредиентов поэтому мы используем профессиональный шоколад чтобы убили знать что там ничего лишнего я насыпаю произвольное количество шоколада и буду его нагревать на водяной бане также я буду использовать какао-масло это жир который выжимают из тертого какао молотых зерен плодов шоколадного дерева и он нам поможет еще лучше стабилизировать шоколад поэтому если у вас не получалось темперировать шоколад попробуйте добавить какао-масло с ним вы быстрее добьетесь результата и он еще лучше еще крепче будет после застывания я буду нагревать шоколад на водяной бане налила сантиметр воды чтобы миска не касалась воды когда я поставлю вот так сверху он должен греться на пару это важно и будем нагревать его до 45 градусов также мне понадобится мир пирометр это бесконтактный термометр чтобы мерить температуру шоколада важный момент я поставила на водяную баню и сразу начинаю шоколад помешивать если я не буду его мешать то внизу шоколад перегреется выше 45 градусов и темперирование не получится поэтому сразу начинаю его мешать активно и если я вижу что он снизу очень сильно перегревается а сверху вот остается таким твердым то я приподнимаю свой ковшик и продолжаю мешать уже без паровой бани опускаю немножечко температуру плиты чтобы вода так сильно не кипела и вот так буду мешать до растворения как правило после того как шоколад весь растворится он уже достигает температуры 42 45 градусов на упаковке написано нагревать до 45 но по опыту можно от 42 уже остановиться вот посмотрите у меня нагрелся шоколад до 43 и 3 это допустимый градус теперь мне нужно шоколад охладить я его охлаждаю до 27 градусов вот посмотрите я немножко помешиваю и меряю температуру вот он уже до 40 градусов опустился продолжаю мешать можно отставить в сторону и периодически мешать и параллельно что-то делать еще нет необходимости прям все время мешать его я подготавливаю орехи чернослив и сейчас буду начинять орехами чернослив я разрезаю дольку пополам чтобы мне удобнее было поместить туда орешек я добавляю туда половинку целого грецкого ореха так вкуснее чем больше шоколад чем больше грецкого ореха тем вкуснее тем более он жареный свеже обжаренный орешек он по-другому пахнет не то что знаете лежал и орешек какой-то в магазине которые уже полгода не могут продать эти конфеты свежайшие также чернослив очень мягкий свежий чернослив и я вот так вот закладываю орешек разрезаю я черносливку потому что через дырочку из которой извлекли косточку ну тяжело туда такой большой орешек положить поэтому я разрезаю и запечатываю весь орешек в чернослив посмотреть как это выглядит тем временем у меня темперируется шоколад его периодически помешивала пока делала вот такие конфетки заготовки и сейчас вернемся к шоколаду отставляем в сторону и продолжаем заниматься шоколадом сейчас я померю его температуру обратите внимание уже сделала заготовку куда буду складывать конфетки вот продолжаем мерить температуру температура опустилась до 27 и 1 градуса идеально теперь нам нужно этот шоколад нагреть до рабочей температуры поднять температуру на 1 2 градуса и обратно ставлю на паровую баню и также меряя термометром продолжаю помешивая шоколад главное не перегреть его если вы обратите внимание на упаковке где схемы темперирования написано что если вы перегреете до 31 градуса и выше то все нужно начинать сначала решетка кристаллическая уже поменяется и он будет мягким вот у меня было 29 с половиной это допустимо не выше 30 чтобы было именно у белого шоколада у темного молочного другие схемы темперирования теперь я буду купать каждую заготовку в белом шоколаде так как у него текучесть высокая посмотрите он сильно стекает с конфеты поэтому я его буду купать дважды чтобы побольше шоколада к нему прилипло со временем как температура шоколада будет опускаться он будет становиться все гуще и гуще и в какой-то момент уже будет тяжело купать конфетку поэтому нужно следить за тем чтобы температура шоколада всегда была примерно одного и того же градуса поэтому если ваш шоколад остыл вы его переохладили то поставьте снова на водяную баню доведите до двадцати восьми градусов и продолжайте купать ваши конфетки вот первую партию ей скупала теперь дважды вот второе купание у нас происходит конечно в идеале дождаться чтобы полностью за темперировалась первое первый слой тогда больше шоколада прилипнет но можно и вот таким образом каждую конфетку заготовку я купаю и отставляю чтобы она темперировалась у меня внизу пленка пищевая чтобы шоколад туда капал который стекает теперь я буду темперировать темный шоколад и будем покрывать сверху белый сверху белого темным у меня темный 49 процентный у меня не было профессионально поэтому я беру качественный шоколад линд он не подводит ломаю его на мелкие кусочки и также буду сейчас нагревать на водяной бане схема темперирования темного шоколада отличается от белого также я добавлю какао-масло она поможет легче затемперироваться шоколаду и обратите внимание мне нужно нагреть до 46 тире 49 градусов шоколад потом охладить до 28 и нагреть до рабочей температуры 30 32 градуса я уберу несколько кубиков шоколада для того чтобы потом быстрее провести темперирование это второй способ когда убирают часть шоколада и потом им охлаждают уже нагретый шоколад поэтому сейчас наша задача нагреть точно так же я постоянно помешиваю шоколад слежу чтобы он не перегревался и нагреваю до 46 49 градусов нагревать можно также в микроволновке импульсами у меня микроволновки нет поэтому водяная баня мне подходит больше смотрите не нагревайте шоколад напрямую на плите он у вас подгорит и будет хлопьями вы испортите шоколад вот смотрите он у меня полностью растаял стал текучим я измеряю температуру 46 и 8 градусов идеально снимаю с плиты и добавляю тот шоколад который я откладывала ломая на мелкие кусочки чтобы легче было ему растаять и тем самым я понижу температуру шоколада намного быстрее чем ежели я бы ждала пока он просто сам будет опускать свою температуру будем охлаждать до 28 градусов вот видите он уже растаял но конечно темному шоколаду сложнее таять чем белому или молочному поэтому тут нужно мешать примерно минутку 2 температура уже упала до 38 видите и продолжая вот так помешивать будем охлаждать шоколад периодически я измеряю ему температуру и вот 27 и 7 температура до которой мы должны были охладить шоколад теперь нам нужно поднять до рабочей температуры напомню что эти рабочая температура темного шоколада 30-32 градуса и вот я вернула его на водяную баню измеряю температуру 29 и 5 и продолжаю мешать и доведу до 30 тем временем посмотрите белый шоколад стал матовым и приклеился потому что он затвердел я их от оторву все конфетки от решетки и буду купать в темном шоколаде кладу вот такую прозрачную пленочку чтобы шоколад легко отходил от нее если у вас есть специальные листы для шоколада гитарные листы то отлично если нет то вы можете использовать мой лайфхак это пленка которая продается в магазине для упаковки это обыкновенная упаковочная пленка она тоненькая и от нее хорошо отойдет шоколад и вот я купаю каждую конфетку в темном шоколаде и стряхиваю излишки шоколада иначе не стекут вниз конфетки и будет такой ободок ненужный и вот таким образом каждую конфетку я окунаю в шоколад в темный шоколад я один раз буду окунать купать два раза мне не нужно и посмотрите обратите внимание что конфетки которые первыми были уложены уже затемперировались они матового цвета стали и буквально две-три минутки и они все уже застыли темный шоколад быстрее схватывается с ним немного тяжелее работать нужно поддерживать его рабочую температуру но посмотрите как от пленки легко отходит уже затемперированный шоколад конфетка готова давайте разрежу и покажу что внутри это самые вкусные конфеты которые можно приготовить таким простым и легким способом посмотрите много орешков вкусный нежный чернослив белый шоколад который заполнил все стеночки внутри конфетки и получается как такая дополнительная начинка и сверху тонкий слой темного шоколада это очень быстрые легкие конфеты которые можете приготовить и я вас уверяю вы будете готовить их снова и снова если вам понравился рецепт то подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии рецепт будет под видео в описании спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео всем пока